Покорять космос вместе. В Самарский университет имени Королёва приехали на производственную практику студенты из Белорусско-Российского университета. В течение недели для них будут проводить теоретические и практические занятия по теме наноспутниковых технологий. С чем уже познакомились студенты, расскажет Екатерина Кузина. Несмотря на то, что сейчас почти у всех студентов летние каникулы, в Самарском университете имени Королёва стартовал особый курс обучения. Небольшой, но насыщенный и очень интересный. В тему наноспутниковых технологий вникают третий курсники Белорусско-Российского университета. Пятеро студентов приехали в Самару из Могилёва. В своем родном вузе они осваивают такие перспективные направления, как мехатроника, робототехника и приборостроение. Ну а в Самарском университете они уже начали прослушивать лекции. И вот теперь подошло время практических занятий, которые помогут изучить наноспутник изнутри. Очень интересные лекции. Меня поражает масштаб, если честно, что на базе университета можно, грубо говоря, создать спутник. Естественно, это поможет просто потому, что оно больше расширяет, так сказать, научные познания. Более глубокое погружение уже идет на этой практике. Белорусско-Российский университет был создан Министерством образования России и Беларуси. Подобные производственные практики, когда студенты приезжают в гости к коллегам, помогают создавать пространство для обмена опытом, получения новых навыков и умений, а также для создания дружеских отношений между странами и их научными сообществами. С Белорусско-Российским университетом надеюсь, что вот этот шаг в виде приезда студентов на практику – это наш первый шаг в сотрудничестве с этим университетом. А в дальнейшем, надеюсь, что мы будем работать над созданием какого-нибудь совместного спутника. И вместе с ними, надеюсь, мы создадим маленький спутник и запустим его в космос, будем вместе с ними работать над ним. Но уже совсем скоро на практику в Беларусь отправятся и студенты Самарского университета имени Королева. Екатерина Кузина, Александр Дудко, Новости губернии.